Военно-информационный канал, Дозор, 24, представляет. 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 После того, как Еревану, что называется, вправили мозги. Кто? Думаются те, на кого он так сильно надеется. Арутюнян тоже, по всей видимости, получил по уху после того, как месяц назад собрался переезжать в Шушу. Теперь он не говорит о столице. Он говорит лишь о символике, переосмыслении исторического и победоносного города. Тем не менее, планы на Шушу у Еревана были всегда. И всегда страх мешал их осуществлению. Подбираясь к этому городу, имеющему очень большое культурное, историческое, эмоциональное значение для азербайджанского народа, Армения пытается создать в регионе новую реальность, поставить Баку и мировое сообщество перед фактом. Но мешает страх. Он же заставляет Пашиняна делать одно безумное заявление за другим, изворачиваться и вести к полному слому переговоры. Переговоры ему не по зубам, он боится их как огня. Для этого нужно быть политиком, дипломатом, иметь познание в международном праве и многих других вещах, о которых Никол Воваевич даже не слышал. Для Пашиняна, диалог с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, как все уже не раз видели, это всякий раз стресс с последующей необходимостью оправдываться и отмываться от провала. Поэтому он не хочет переговоров, он надеется, что все решится в пользу Армении, как-нибудь само собой, рассосется, как валдырь на пальце, но не рассасывается. А тем временем его Армения все больше сползает в пропасть, и нужно что-то предпринимать для улучшения своей репутации хотя бы внутри собственной страны. Этой цели служат провокации вроде перевода столицы сепаратистского образования из Ханкенди в Шушу. Ведь всегда можно подкинуть информацию, а потом отойти в сторону и все отрицать. В подобной игре Еревану нет равных. Ну, а если Пашинян и его марионетки в Карабахе все же решат всерьез переводить столицу сепаратистов в Шушу к 9 мая 2022 года, то мы можем с уверенностью сказать, что нам уже известна дата силового освобождения наших оккупированных территорий и принуждение взорвавшегося оккупанта к миру. Зульфугар Ибрагимов. Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl-Enter на клавиатуре.